Валентина Яковлевна Орлова Главная героиня, еще раз повторюсь, фильма, профессор в ГИК, президент общества России и Норвегии. Здравствуйте! Здравствуйте! Пригласили вас не случайно. В конце февраля стартует ваша картина в прокат. Сегодня хотелось бы поговорить именно о ней. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме ромашки. Здравствуйте! Вы кого-то ищете? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я тебя найду! Описание, я тебя найду! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я благодарю за то, что пригласили. Конечно, о фильмах рассказывать сложно, их надо смотреть. Но я надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет зрителю сориентироваться и принять решение. Мы сегодня чуть-чуть приоткроем завесу и все-таки вызовем то здоровое чувство любопытства, интереса. И зрители действительно пойдут в кинотеатры, пойдут в дома, в Дворцы культуры, где будут показы и погрузятся в тот мир, который вы создали в своей картине. Ну, будем надеяться, что так и будет. Максим, как родилась идея? С чего все началось? Ну, все началось с Валентины Яковлевны. Мы познакомились на одном из фестивалей. Валентине Яковлевне очень понравился мой фильм. Потом была премьера следующего фильма в Доме кино. И вот во время, после показа ко мне пошла Валентина Яковлевна, протянула несколько листочек и сказала, Максим, вот сценарий. Я очень хочу, чтобы именно вы сделали фильм по этому сценарию. Вот я вам хочу это доверить. Но поскольку я бесконечно уважаю Валентина Яковлевна, я, конечно, согласился сразу же. А когда прочитал и увидел то, что там написано, я, в общем, был в шоке. Я не понимал, как это снимать, как это можно на экран перенести. Потому что документальное кино, в общем-то, оно определенно имеет уже устоявшиеся традиции, каноны. Вот как там перенести диалоги, встречи. Это, в общем, это сценарий был больше художественного фильма, короткометражного. Ну и вот в результате долгих раздумий, смятения, осмысливания того, что мне в руки попало, в какой-то момент меня просто прорвало. Знаете, как накапливается? Количество в качество переходит. Я сел и буквально за два часа, немножко расширил сценарий, написал связки и увидел всю картину, как она должна выглядеть. Пазлы сложились? Все сложилось. Я отправил сценарий по электронной почте Валентина Яковлевна. И через два часа мне звонит Валентина Яковлевна. Очень растроганная, мягко говоря. Говорит, Максим, вот все, вы давайте будете с автором. Делайте именно так. Я вам полностью доверяю. Все. Дальше как сделать, так и будет. Ну, а дальше, поскольку полная была предоставлена мне свобода творчества, я вот решил сам выражаться таким образом. Валентина Яковлевна, но вы вот присматривались вообще долго. Кому отдать вашу историю? Да. Ведь это очень личное. Понимаете, война для меня все. И до сих пор ее помню. И очень-очень переживаю всегда, когда кто-нибудь на нашу страну нападает. А когда вот это началась катавасия с либералами, когда такое стало происходить, что срывали ордена у ветеранов, я решила, что это грех моего поколения. Ну, ладно. Сначала мы были маленькие, а потом мы это допустили. И я решила написать воспоминания, чтобы показать, что же это такое. Написала. И стала смотреть, кому отдать, чтобы это было по-настоящему сделано прекрасное кино. Долго присматривались? Долго присматривались? Долго. Года два. И вдруг я... То есть вы прям искали, искали этого человека. Да, я смотрела, кто это может сделать. И вот на Балакаламском рубеже, на кинофестивале, меня пригласили, как, ну, это был тоже юбилей битвы под Москвой, как моего, ну, такого участника. Я посмотрела фильм Максима «Чума. Летопись XX века». «Хроники Третьего рейха». «Чума. Хроники Третьего рейха». Да. Я думаю, вот это то самое. И, конечно, я к нему познакомилась, попросила, присмотрелась. Потом посмотрела его следующие два фильма. Думаю, да, это то, что надо. Вам почерк именно понравился? Вот что? Подача материала? Что он подкупило вас? Во-первых, его талант. Вот понимаете, талант. Вот просто талант. Во-вторых, взгляд на войну точно так же моими глазами. Вот полное совпадение, что это чума. Хотя мы всем не ваш ровесник, да? Нет, какой ровесник? Я сейчас условно говорю, конечно же, он не ваш ровесник, и безусловно он не находился в обучении тех событий и не видел это своими глазами. Вот именно такое поколение, такое поколение, вот это поколение, когда был расцвет, вот в 60-е, вот в 65-й год началось возрождение. Мы начали ставить памятники, начали снимать кино, все. И вот это поколение, как раз он к этому поколению относится, и мне это очень понравилось. Когда я ему прочитал мой сценарий, сказал, что у него есть некоторые замечания, и он мне их прислал. Я посмотрела, и сразу позвонила, говорю, Максим, я считаю, что вы достойны быть сценарием фильма. И Максим согласился, и все. Я ничего не делала, не спрашивала, когда, что, как там, абсолютно, вот абсолютно. Но, правда, это я делала, я очень дружила с нашими великими кинематографистыми, кинодраматургами, Дунским и Фридом. И вот я знала, как они работают, и как их режиссеры то приглашают, то не приглашают, то они даже снимают свои фамилии. И вот я думаю, не буду трогать, вот не буду трогать. И вот когда Максим сказал, фильм готов, и надо его посмотреть, и мы в Доме кино сели смотреть фильм. И вот перед моими глазами мои воспоминания. Я рыдала, я рыдала. Но я не только смотрела на себя, на себя, со стороны получается. А вот как из этой истории сделали такой фильм. Вот понимаете? Потому что я все-таки кинематографист. И поэтому я была, ну, просто, просто, ну, и рыда. Вот когда говорят, праздник со слезами на глазах. Вот у меня был праздник со слезами на глазах полностью. Но больше, еще очень меня потрясло, что там показано, как Эстония входила в Советский Союз. Вот такая история. И я очень хочу, чтобы этот фильм как можно больше людей посмотрело. Чтобы посмотрели. Потому что я считаю, что это я, прошу Бога, мой грех за то, что я позволила этим. Восполнили пробел. То, что не успели, наверное, сделать в свое время, подхватил Максим. Но я посмотрела картину, безусловно, чтобы так вот выразить те чувства, эмоции, мысли, что переживали люди в то время, нужно было, ну, я думаю, что ни одну гуру документального материала переработать. Ну, вы знаете, здесь не только документальный материал. Вообще режиссер, он выкладывает на экран то, что внутри него накопилось за предыдущие годы. А накапливаться начинается с самого детства. Мои первые вот такие впечатления, моя первая встреча с войной, она осознанная. Она произошла очень давно. Я еще был маленький, в пионерском лагере. И к нам на встречу привезли писателя белорусского. Не помню сейчас фамилию. Он был в партизанском отряде. Но я понимаю, что в то время это был достаточно молодой человек. Он лет 40 он тогда был. Он был мальчиком в партизанском отряде. И он начал рассказывать, что происходило с ними. И мне просто одна история просто настолько запала в душу. Когда он рассказывал, когда они уже с нашими частями освобождали один из лагерей детских. И когда мы вошли, мы увидели просто кучу, огромную гору детских туфелек в фабрике «Буревестник». Я очень представил эту картину. И когда мы вечером пришли в палату ложиться спать, мы там разувались и ставили обувь свою при входе. Я увидел вот нашу обувь, эту стоящую. И мне эта история вдруг, она не отдаленная стала. Я ее почувствовал как свою. Это первое было осознанное такое столкновение с тем, что происходило тогда. И вообще тема Великой Отечественной войны, она как-то интересна. Для вас она в общем не чужая совершенно. Она не чужая, она интересна, поскольку это такой разлом, который прошел через жизнь, через страну, через весь мир, который определил вообще развитие дальнейшего мира, то, что стало складываться. Эта тема интересна, поэтому получилось так, что я несколько фильмов уже делал на эту тему. Ну, а работая над фильмом «Литиньяк», мне, конечно, пришлось просмотреть огромное количество кинохроники, поскольку задачу поставил, как сейчас выяснилось, почти невыполнимую. Видеоряд смонтировать, игрового фильма смонтировать видеоряд из кинохроники. Значит, надо было находить, подходить, какие-то кусочки. Правильно ведь крупицы, тем более все, что касается детей. Одно дело, фрагменты, когда идет бой, когда идут солдаты, ну, такие вот, скажем, шаблонные, да, если можно применить, но то, что есть везде. А здесь нужно найти вот те самые крохи, которые создадут тот нужный видеоряд. Да, поэтому пришлось отсматривать и смонтированные кадры, и не смонтированные, и фильмы, которые выходили позднее, и туда по какой-то причине попали, какие-то кусочки кинохроники, редко используемые. Но вместе соединилось, получилось, на мой взгляд, достаточно связанное повествование. Но, опять же, судить, в общем-то, зрителей об этом. Кто вам помогал? Ну, конечно. Валентина Яковлевна начала, нет, ну, на первоначальном этапе все-таки, Валентина Яковлевна, ну, как же, вы дали то самое, то отправную точку, вы стали отправной точкой, собственно, послужили инициатором создания картины. Это первый фильм, на который я решил для озвучания пригласить такое количество профессиональных актеров. До этого у меня актеры тоже участвовали в озвучании фильмов, документальных, но тут нужно было разыгрывать сцены практически, делать такой аудиоспектакль, если не смотреть на то, что происходит на экране. Поэтому участие вот этих людей в озвучании, оно очень важно. И мне здесь очень помогли, конечно, наши земляки, Одинцовский народный любительский театр. Проблема была найти исполнительность в главной роли, героиню, девочку. Потому что, ну, с детьми вообще трудно достаточно работать, а найти исполнительность, чтобы она точно попадала и достаточно эмоционально была, и понимала то, о чем она рассказывает, и чувствовала это. Потому что в кадре ее не будет, будет один только голос, надо все голосом сделать. Я отсмотрел достаточно большое количество детей, кто профессионально занимается этими вещами. И, к сожалению, поймался на том, что все одинаковые девочки. Какие-то стандарты такие вот уже выложенные, куклы Барби, условно. А живость вот эта пропала. И тут у меня, в общем, я вспомнил, о чем я мучаюсь. У нас есть свой Одинцовский театр, дайте-ка я туда позвоню. А вдруг? Нашел Светлану Лапшину, руководителя театра. Позвонил ей. Она очень быстро поняла, о чем речь идет. Мы встретились на репетиции, и она мне сказала, вот могу вам порекомендовать девочку одну, Диана Гусева. Посмотрите. Я взял маленькую камеру. После репетиции мы остались. Я подзадавал вопросы, поснимал пробу. Еще нескольких детишек посмотрел. Ну, девочку сразу понял. Это она, она будет с нами работать. И, в общем, я считаю, что Диана Гусева очень хорошо справилась с поставленной задачей. Отлично она отработала, на мой взгляд. Девочка прелестная. Девочка замечательная. Ну, а дальше надо было набирать актеров. И были, конечно, ключевые такие очень роли. Лариса Лужина, она от автора читает текст. Она согласилась, прочитав сценарий. И это понравилось. Хотя, как я вот случайно узнал, она, уже записав свой текст, она до конца не понимала, каким будет фильм. Ну, по-моему, никто до конца не понимал. У меня в голове он сложился. Видели конечный вариант только вы. Да, я видел, я его. А люди фрагментами записывали, не понимали, что вообще такое происходит. Андрей Мерзликин прочитал сценарий, откликнулся сразу же. Хотя человек исключительно супер занятой. Вы понимаете, насколько он востребованный актер. Он нашел время. И записал все с первых дублей. Виталий Толубеев, который священника озвучивает. Мы с ним работали на других фильмах. Это уже третий фильм, когда я его приглашаю. И ему тоже очень понравилось. Сказал, Максим, все, любые фильмы теперь бесплатно, на любых условиях. Я готов дальше работать. И Пашутин, Александр, это высочайший профессионал. И работать с ним просто было здорово. Опять же, без них, наверное, все-таки до конца фильм не получился бы таким, каким он. Я сразу, когда роли расписывал, я сразу услышал голоса, которые должны быть здесь. Где эту картину можно будет увидеть? Вообще, сейчас пока она идет по фестивалям. 23 числа она будет показываться на фестивале в Обнинске, фестиваль «Встреча». Надеюсь, что Валентин Диакон сможет к нам тоже подъехать. Постараюсь очень. Да, потому что нас попросили организаторы фестиваля обязательно главную героиню привезти девочку-исполнительницу роли, маленькой Вали. И с 25 числа фильм будет в клубах показываться в Одинцовском районе. Графики, я думаю, можно найти на сайте. И люди смогут его посмотреть. Это пока еще не прокат, это еще не кинотеатральный прокат. Это показы в рамках вот таких клубных встреч. Когда рабочий показ был в Доме кино в Малом зале, я очень волновался, потому что для меня важна была реакция, в первую очередь, Валентина Яковлевна. Ну и, конечно, на показе пришли сколько-то еще людей было. Люди участвовали в съемке фильма, звукорежиссер был, была Наиля. Я сидел сзади, и по реакциям трудно было понять, потому что люди очень тихо сидели весь фильм. И когда фильм закончился, вот эта тишина, она продолжилась. И у меня было немножко настороженно, потому что я уже привык, что когда заканчивается, первый показ, все, аплодисменты, все выходит. А тут тихо. И вот стоит Валентина Яковлевна, извините, Валентина Яковлевна, она вся в слезах встает и говорит очень хорошие слова о фильме. И у меня тут отлегло. Я понял, что фильм понравился. Но потом люди тоже немножко так разморозились и начали говорить о фильме. И вот я понял, что да, наверное, получилось. Ну, конечно, потом доделали звук, еще чистили с цветом, я еще немножко поработал, поскольку надо было там определенные моменты, нюансы довести. Это рабочий просмотр был. И после этого фильм поехал на первый фестиваль «Свидание с Россией», стал там победителем в номинации «Летопись России». И сейчас он уже разоснул еще на несколько фестивалей, получил приглашение на несколько фестивалей. Надеюсь, люди его будут в разных городах смотреть. Но вот жители Одинцовского района имеют уникальную возможность. Одними из первых? Одними из первых. Пока еще фильм не вышел в прокат по стране, в других городах. То есть они одними из первых смогут увидеть эту картину? Они смогут увидеть эту картину. И я постараюсь быть на этих показах и пообщаться, ответить на вопросы, потому что это очень важно. И я надеюсь, что люди будут рассказывать об этом фильме и просто порекомендовать друг другу. А с учетом того, что это сделал человек не чужой округу? Да. Человек, который достаточно давно здесь живет. И надеюсь, что еще смогу чем-то порадовать жителей Одинцовского района. Валентина Яковлевна, мне очень интересно, когда вы впервые увидели Диану. Ваши впечатления? Первые впечатления я не совсем поняла. Пришли гости. Пришли гости. Пришла девочка вместе с родственниками. Я им еще сказала, говорю, а вы не рано пришли у нас? Они говорят, нет, нас пригласили. Я обратила у него. Думаю, что такое, что-то очень мне родственное. Вот сюда думаю, что у меня какая девочка чудная. А потом Максим мне говорит, это вот героиня. Так что первое впечатление я почувствовала, не знаю почему, но вот какое-то, что-то родственное. Вот такая прелестная девочка, не похожая на других. Она особенная девочка. Раз я на нее, вот сразу обратила внимание. Очень она мне понравилась. Не зря столько сил потратил Максим в поисках главной героини, которая будет исполнять роль именно маленькой девочки Вали, которая оказалась в эпицентре этих событий. Что вы ей сказали? Как вы оценили ее работу в фильме? Очень мне понравилась. И голос ее понравился. И вот есть такое впечатление, что девочка прекрасная во всех отношениях. Вот это относится к ней. А вы были такой же девочкой Вали? Какая была девочка Вали? Понимаете, все дело в том, что я, как правило, была одна среди взрослых. Говорят, что я была изумительной. Но это говорят, я фи не знаю. Все меня любили. Все ко мне прекрасно относились. Даже вот в госпитале мне бы очень хотелось рассказать, что моя имена Валентина 23 февраля. И, конечно, у нас начались салюты после Орла. А первый салют, когда именно 23 февраля, первый салют был в 1944 году. Те раненые, которые могли выйти из госпиталя, мы все пошли смотреть салют. И вдруг один раненый мне говорит, Валечка, а это в честь тебя салют. И вы знаете, я как-то восприняла, что это так и есть. И вот когда теперь 23 февраля бывает салют, я говорю, я в треме вспоминаю госпиталь. И говорю, этот салют в честь меня. Ну вот как раз 23 февраля поедете в Обнинск, в ваши именины, состоится показ. Такая я тщеславная. Ну почему же тщеславная? Я думаю, что имеете на это право. Мне очень много раненые рассказывали, очень много. Поэтому для меня война, вот сейчас не заплакать бы, для меня это просто боль, настоящая боль человека, который это прожил. Ну теперь благодаря Максиму ваши воспоминания не будут потеряны, они не растворятся во времени. Они все-таки сохранились в этой картине, которая будет долго-долго жить и рассказывать правду. Ну я надеюсь, что будет судьба хорошего фильма. Сейчас очень много выходит информационного материала, видео, аудиовизуальных моментов. Тут я немножко не согласна. Так как профессор, у меня много собственных идей по поводу кинематографа. Я могу сказать, что фильмов о войне у нас в Советском Союзе и уже в России около двух тысяч. Но по-настоящему фильмов, которые прошли через сердца наших людей, которые завоевали всемирные признания и вошли в Золотой фонд кино всего мира, можно пересчитать по пальцам. И я уверена, что наш фильм войдет в это число, и потом, когда много лет пройдет, и вопрос об этом как-то вспомнится в фильме, и те, кто смотрел его, скажут, а мы его видели и скажут своим внукам, а мы быть и правнуком. Максим, хотел спросить, почему такое название? Вы знаете, что... Валентина Яковлевна, это вот так. Кто из вас? Я бы сказала, что у меня как-то не было ровесников в моем детстве. И когда Максим сказал, что нашему фильму будущему дали деньги, нашему союзу этими графистов газеты ко мне пришли, и там перечень, кому дали деньги, я не нашла. Звоню Максиму, говорю, Максим, а там нет нашего фильма. Он говорит, а он называется... Мы в садовнике играли. Я ничего не сказала. Но я думаю, а что это такое? Только потом мне сказали, что это детская считалка. У меня было такое детство, что я не играла в считалки. Даже не играла в считалки и не знала, что это такое. Максим, почему? Ну, вот, знаете, сложно было найти название в фильме. Обычно фильм делают с рабочим названием, вы знаете, а потом вот все-таки его думают, как правильно наименовать, чтобы он отражал, название отражало и суть фильма, и ориентировал, может быть, в чем-то зрителя, может, интригу какую-то создавал. А мне хотелось найти название, которое будет близко зрителю, достаточно понятно. И будет говорить о... В общем-то, сразу говорить о том, что немножко о детстве пойдет рассказ. И в то же время будет, ну, может быть, каким-то контрапунктом тому, что в фильме пойдет на самом деле. Что там ничего радостного, веселого не будет. Хотя, в общем-то, фильм, кто смотрел, говорят, оставляет светлое чувство. Как ни странно. Я долго мучился, я выписывал какие-то названия, искал. Какие были названия? Ну, можете, ну, хотя бы вот несколько. Можно на минуточку я прерву? Мои воспоминания назывались так. Девочка, точка, эпизоды войны. То есть, там даже не было моего имени. Вот настолько я решила, что это должно быть вот так. Ну, это слишком отстраненно. Как-то слишком вот прям. Ну, под каждый. Лоб вот прям слишком прямолинейный. Абсолютно строго. Под каждый эпизод Максим все сделал. Под каждый эпизод. Ну, я сейчас даже не могу вспомнить, какие названия были. Ну, несколько страниц блокнота было исписано. Просто обычно, когда мучаешься и ищешь ответ, у меня очень часто они по утрам приходят, эти ответы. В момент просыпания. Ты просыпаешься и понимаешь, что надо сделать так. И точно так же и здесь произошло. Я проснулся вдруг. Вот мы в садовнике. Я садовником родился. Вспомнил вот эту считалку детскую. Я немножко переделал ее. Мы в садовнике играли. И здесь некое такое прошлое есть. И воспоминания сразу появляются. И каждый что-то про себя может додумывать, начинать. Какой отзыв вы получили после того, как картину выставили на первом кинофестивале? Где она стала победителем? Людям понравился фильм. И реакции, в общем-то, те же, которые я при первом показе в Доме кино, он выдал. Люди думают, останавливаются. И как мне написала одна моя знакомая, кто был на премьере в Московском Доме национальностей. Говорит, это вот тот редкий случай, после которого хочется помолчать. Не надо, как в фильме войдут они, старики. Не надо слов, давайте помолчим. Максим, с удовольствием посетим премьеры ваших картин. Поэтому приглашайте, расскажем нашим телезрителям. Спасибо вам, Валентина Яковлевна, за вашу идею. За то, что благодаря вам появилась такая замечательная картина, мы в садовника играли и совсем скоро ее все жители Одинцовского округа смогут увидеть в культурных центрах нашего муниципалитета. Да.